Комментарий главы Минпромторга о том, какие предприятия будут работать в официально назначенные нерабочие дни, узнаете в нашем следующем сюжете. Но что же сказать о тех, кто останется дома? Что станет с бизнесом и остальными структурами? Получат ли они какие-нибудь привилегии за промежуток нерабочего времени? Об убытках, которые получили бизнес-структуры, подробнее рассказал первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов. В целом по стране, если вот эти данные распространить на страну, по потере оценивается примерно 4 миллиарда рублей в сутки. И, соответственно, в расчете на двухнедельную паузу, на двухнедельные нерабочие дни это порядка 60 миллиардов рублей. О том, что может произойти, если правительство не ведет меры поддержки для бизнеса и как в перспективе это может отразиться на бюджете страны, прокомментировал профессор Казанского федерального университета Игорь Кох. Это приведет к социальной напряженности и это снизит и без того низкую покупательную способность населения, что также негативно. Также хочется отметить, что россияне смогут покупать все товары первой необходимости в объявленные карантинные дни. Амир Ахтямов, Универньюз.